Вот этот давай. Очень красивый. Да. У меня на самом деле такой же оттенок. Давайте дай его и сделаем. Кажется, пора открывать в Перми детский салон красоты. Хобби Алины вызывает у девочек неподдельный интерес. Ведь каждая хочет быть самой обаятельной и привлекательной. Я хочу вот такой вот с ракушками и с блестяшками. И еще вот такой морской. Вот этот вот. Вот этот у вас. Первые деньги Алина заработала 12 лет. Просто сделала маникюр подружке. И та решила отблагодарить юную мастерицу. Сегодня Алине 15. И хобби приносит доход. Основную часть средств наша героиня направляет на развитие дела. Все свое богатство Алина хранит в чемодане. С ним она часто отправляется в гости к родственникам и подругам. Ого! Ничего себе! Мама очень рада, что я начала это делать. Ну, всегда я под рукой, даже если сломался ноготь, то я сразу же его могу отремонтировать. Работать мне очень нравится, когда ты не просишь денег у родителей совсем, ну, на какую-нибудь там мелочь. Это невероятно приятно. И родителям это очень помогает, когда я не хожу и не прошу каждый день у них деньги. И гордость, что в такие годы я уже добилась какого-то успеха. Дима Килин спешит на работу. Во время школьных каникул он устроился на полный рабочий день. Дима занимается проведением опросов уже третий год подряд. С трудоустройством помогли родственники. Сегодня он вспоминает, как получил первую зарплату. В агентстве, где я проводил социологические опросы, я получил в первую неделю 3-4 тысячи где-то, потратил ее на одежду. А последующие зарплаты накопил деньги и купил телефон себе новый. Коплю, я думаю, в конце лета где-то отдохнуть, съездить куда-нибудь. Например, в 15-м году я заработал за лето деньги и уехал в Киров к родственникам. А в этом году я хочу поднакопить, съездить в отпуск, не знаю, куда-нибудь, либо в другую страну даже. Впрочем, с работой везло не всегда. Диме пришлось попробовать свои силы в самых разных профессиях. Был у меня опыт работы промоутером. Я ходил зимой в минус 20 градусов по эспланаде в форме блинчиков. Конечно, быть блинчиком сможет не каждый. Что делать, если ребенку не удается самостоятельно найти работу мечты? Можно пойти в летний трудовой отряд. Правда, записываться надо было заранее. Прием документов с 1 апреля начинается. И уже, как правило, к концу мая у нас уже все отряды полностью собраны. Так что, если хотите принять участие на следующий год, успевайте с 1 апреля подать документы. За лето во дворце молодежи успевают поработать более тысячи школьников. Это трудовой отряд, который занимается общественной деятельностью. Есть еще зеленый десант, молодежные медиа, аниматоры и даже библиотекари. Ребята трудятся 10 дней всего по 3 часа. За это они получают гонорар, которого вполне хватит на несколько походов в кино. Анастасия Петухова, Иван Худяков, телекомпания «Ветта». Анастасия Петухова, Иван Худяков, телекомпания «Ветта». Анастасия Петухова, Иван Худяков, телекомпания «Ветта».